Долбаного времени суток, уважаемые телезрители! В эфире первый альтернативный музыкальный телеканал A1. Это программа «Свежак». С вами ведущий Ви Джей Чак. И всё самое свежее и интересное из мира видеоновинок нашего альтернативного эфира прямо здесь и сейчас. Понеслось. Как же вам всё-таки повезло, уважаемые телезрители? Реально повезло, хотя бы потому, что сейчас вы смотрите нашу программу. Но мне повезло больше, ведь я веду эту самую программу, которую вы имеете счастье сейчас лицезреть. Даже мне повезло не так крупно, как троим участникам американской поп-рок-группы «Мэг энд Диа». Ведь эти трое везунчиков играют в одной группе с двумя сексапильными и талантливыми сестричками-близняшками, в честь которых и названа эта группа. И если вы думаете, что я преувеличиваю, то смотрите сами премьеру клипа «Мэг энд Диа» «Блэк Уэддинг». Больше всего в этом клипе мне понравилась идея с головами в банках. Вот так летом закатал голову в банку, а потом всю зиму ею пользуешься. Красота! Красота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что с такими внешними данными у Мэка Диа есть все шансы покорить шоу-бизнес не только своими музыкальными талантами, но и внешностью. Хотя можно и наоборот, как вокалист Нью-Йоркского квартета The Virgin's Дональд Камин, который начинал свою карьеру в шоу-бизнесе как раз с работы фотомоделью, а уж потом переквалифицировался в рок-звезду. Чем в это время занимались остальные участники группы The Virgin's, в принципе, уже не важно, ведь сегодня они в программе «Свежак» с новым клипом. Смотрим премьеру The Virgin's One Week of Danger. Хотите узнать, как развлекаются бывшие фотомодели, ставшие рок-музыкантами? Тогда смотрите этот клип до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Это были The Virgin's, поющие девственники из Нью-Йорка. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что они настоящие девственники. Скорее всего, таким оригинальным названием они просто пытаются привлечь к себе внимание противоположного пола, ведь сегодня девственники на вес золота. Поэтому я бы посоветовал всем молодым людям взять себя в руки, не терять бдительность и хранить свою мужскую невинность как можно дольше, до тех пор, как говорится, пока секс не разлучит вас. Не то, что вокалист легендарных РХЧП Энтони Кидис, который стал мужчиной уже в 12 лет. И о том, как это было, в нашей рубрике «Взрыв из прошлого». Пап, а можно мне твоего вискаря? Да, сынок, бухай. А косячок дашь затянуть? Конечно, сынок, кури на здоровье. Эээ, пап, а можно я займусь сексом с одной из твоих подружек? Что? Ну, пап, мне же уже 12. А, ну тогда ладно, только гандончики одень. «Взрыв из прошлого» Sometimes I feel like I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in The city of angels Lonely as I am Together we cry I drive on the streets Cause she's my companion I walk through the hills Cause she knows who I am She sees my good deeds And she kisses the wind And I never worry Now that is a lie I don't ever want to feel Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way Думаю, что каждый отец просто обязан помочь своему сыну стать настоящим мужчиной. Так же, как и каждый музыкальный лейбл должен заботиться о своих артистах и помогать им добиваться максимальной популярности и успеха. Вот, к примеру, молодая группа из Лас-Вегаса The Cap подписана на музыкальном лейбле They Can Dance, владельцами которого являются Пит Уэнс и Патрик Стамп из Fallout Boy. И теперь им, как молодым папашим продюсерам, приходится во всем помогать The Cap. Подгузники там менять и в песнях подпевать и участие в съемках клипа One of Those Nights принимать. Смотрим The Cap. Этот клип смонтирован из походных записей группы The Cap, поэтому неудивительно, что в нем оказались все, кто не попадя. Даже Брэндон Ури из Panic at the Disco тоже здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если все пойдет хорошо, то в ближайшем будущем эти малосеки из The Cap смогут затмить не только Брэндона Ури с его паникой на дискотеке, но и своих праотцов из Fallout Boy. И это правильно, ведь людям нужна свежая кровь, им нужны новые группы с новыми песнями и новыми клипами. И поэтому люди смотрят программу Свежак на первом альтернативном, где я прямо сейчас представлю вам новое лицо белорусской рок, или как они сами называют свой стиль смарт-поп-музыки, группу Без Билета с премьерой клипа на песню Goodbye. Смотрим. Есть группы из серии, что вижу, то и пою. А Без Билета поют не только то, что видят, но еще и всем остальным это показывают. Деньги дурят людям голову так сильно, что они становятся очень агрессивными. Теряются целые города и страны. В это время просто кто-то набивает себе карманы. Кто-то пытается добиться легалайза, думая, что этим они поймают сразу два зайца. Кто-то ходит на концерт, кто-то слышит это в радиоприемнике, но чаще всего мы определяемся в собственном карточном домике. Когда целый день работает телевизор, показывают видеоклип или панорама, но все, о чем мы забываем напомнить друг другу, то, что каждому нужно проснуться завтра и всем нужна мама. А мы с Милой по воде идем И летим ни за что не держась Мы на закат Следом за дождем Далеко нас уже не удержать А сейчас, внимание, конкурс от спонсора нашей программы Интернет-скейтшопа ProSkater.ru Те из вас, кто первым ответит на вопрос, какой известный музыкант является основателем линии одежды Аттикус и Макбет и назовет мне его имя и группы, в которых он когда-либо играл или играет, тот получит в подарок пару замечательных свежих кет Макбет. Правильные ответы присылайте на форум на нашем сайте 3wa1tv.ru в раздел программы Дерзайте! А сейчас реклама на первом альтернативном